Важный момент, хочу подчеркнуть, что вот важно, если вы слышите, вам важна пищевая пауза, вы можете заменить это на понятие токсическая пауза. То есть пищевая пауза это голод, на самом деле имеют в виду вот такие натуропаты, как тот же Виталий Соболевский, да, например. Ну, они пошли вот этим путем. Я предлагаю и на практике вижу, что работа для намного большего количества людей более легкая формула, но ничем не уступающая по эффективности. Это токсическая пауза. Вообще после этого названия токсическая пауза встает следующий вопрос, а какой смысл возвращаться к токсической жизни? Тут вот тоже очень интересно, потому что пищевая пауза, поголодали, дальше большинство возвращается туда же, да, постятся он, люди мне рассказывают, я не ем мясо там 40 дней, а дальше-то ты зачем его ешь? Ну как же, ну наушу, я ж терпела, терпела. Хорошо, ну уже хорошо тоже 40 дней не убивать себя хотя бы таким способом. Ну, если только это в радость, то есть если это, да. Ну, вот и для таких людей, да, пищевая пауза, она, ну, перевожу еще раз, это голод и как бы к этому мало кто готов, да, я скажу, что физиологически к такому стрессу мало кто готов и не стоит этого делать. А вот токсическая пауза, это когда вы убираете все, что у вас губит и оставляете только то, что вам реально дает энергию. Это наши вот три фазы питания, это минеральная фаза, то есть вы оставляете минералку, например, либо соцветите гималайскую соль, пьете воду, потом это вот мякоть плодов, это может быть, да, питательное, это бананы, финики, авокадо. Другое, сколько мы не проверяли, не работает. Сухофрукты, кроме фиников, не работает что-то там. То ли они чистят, то ли они термически обработаны, то ли они в консервантах, то ли что-то не то. Поверьте, я перепробовал все, я перепроверял, я очень тщательный, я же аптекарь, у меня все четко. Если бы там что-то было у нас вот в России, кроме фиников, бананов, авокадо, я бы обязательно, я пытался, пытался расширить, я покупал сухофрукты, я проверял рамку, я смотрел. Не работает, работает в минус. В основном потому, что оно все уже там термически искаженное и не то что-то. То есть, питательную фазу пока получилось только дать финиками, бананами, авокадо. И то финики только не вареные, не покрытые сиропом, там, да, вот эти вот в Туниске, которые продаются в магнитах. И там даже написано не ГМО, а не ГМО. Рамкой просто. Возьмите рамку или маятник и посмотрите, там четко ГМО. Поэтому писать-то сейчас можно что угодно. Ну, вот я советую перестать как бы быть баранами, уже брать там рамки, брать это, маятники, начинать уже проверять. Ну, что вас обманывают во всем, что только можно. Ну, вы же сами ходите на работу, скорее всего, и также обманываете других людей, да. Ну, так принято, такая система, да. А вас обманывают со всех сторон, даже не специально иногда, да. И кто работает на производстве пищевом, тоже знаешь, как там все химичат. Химичат все, пишут все, что угодно. Поэтому сейчас полный беспредел. И если вы собираетесь как-то выживать, свою семью, ну, либо вы в лес уходите и там живете на натуральном всем, да. Ну, вас достанут и там все равно. А либо вот, ну, в городских условиях надо уже включать, включать какие-то механизмы перепроверки. Потому что пока у нас не срабатывает так 100% интуиция, не пробивается высшее я к нам настолько, вот, чтобы прям сразу так, хопа. Ну, большинство пока не получается. Постепенно нужно учиться просто и понимать, что, ну, свое здоровье дороже, здоровье в семье, чем там написано, сказали. Вот. И касаемо вот, да, паузы, ну, мало ли, что говорят, там, пищевая пауза нам не нужна. Нам нужна токсическая и пауза желательно просто полностью остановить. То есть, она не может быть физиологичной, она не может быть, вот, токсическая нагрузка, она не может давать ничего хорошего. Потому что либо то, что мы съем в рот, либо оно на благость, либо оно в минус. По-другому там никак. Там не бывает так, что давайте съедим один орешек, чтобы получить какую-то витаминку, хотя он там загниет. Вот, витаминки дают микробиоты, а орешек ее только потревожит и угнетает. Поэтому, ну, в конечном итоге никакой плюс там никогда не получите. Поэтому здесь вот буду дальше развивать вот именно направление токсической паузы, токсический стоп. Все, кнопку стоп нажимаем, да. Это, да, и возвращение к токсической еде, чтобы уменьшить провокационную чистку, это тоже полная чушь. То есть, там просто надо уменьшить кислые продукты, имеется в виду кислые фрукты. И видовая пища, к счастью, у нас не только провоцирующая. Все-таки, благодаря логистике, есть вот и бананы, финики, авокадо, помидоры, огурцы там, да. Вот, что-то там, ну, мало, да, мало всего. Я знаю, люди говорят, ну, как же так, а что же вот, что ж я теперь буду есть, вот только вот эти несколько названий. А я что, здесь я при чем? Я ем несколько названий, я, мне здоровье дороже. Ну, чем чище вы будете, тем больше вы сможете кислых фруктов. Ну, это же, вы же сами, как и я, себя довели до того, что уже там не можете съесть некоторые помидорку. Я также, я в таком же состоянии оказался. Я тоже вот не все могу, хочу много цитрусовых, нельзя провоцировать, да, как бы надо постепенно, да, чиститься. Поэтому, а этого всего мало, хочется разнообразия. Ну, пытайтесь как-то что-то делать, там, сырые блюда небольшие. Давайте посмотрим, как это у вас удается. Ну, большинство сыроедческих блюд, вот то, что в ресторанах, они не полезны. Это их там всякие, они либо вот относительно нейтральные, либо они на самом деле не полезны. Но они не сильно убивают. То есть, можно и так. Ну, особенно если очищение идет, вы его умеете регулировать, можете, как бы, вот развлекаться с небольшими порциями сыроедных всяких интересных блюд. Ну, это промежуточный этап, конечно, потому что в идеале никаких блюд никакое животное себе не делает, то есть, такого нет в природе. Ну, можно на этом оставаться, в принципе, да, и очищаться. Но берите только как-то, замеряйте это, потому что большинство находится в иллюзии очищения. То есть, там накоплено столько, оно работает, проценты уже, скажем так, метаболизм настолько, обмен веществ нарушен, что там просто переход на сырое питание, да еще блюдами, с блюдоманией, оно просто останавливает увеличение интоксикации, примерно, да, как бы, человек может где-то застрять так, примерно. А может даже и увеличиваться все равно, потому что эндогенные, уже накопленная эндогенная интоксикация, она идет лавинообразной. Я не пугаю, я вот просто это замеряю, и большинство, кого я вижу, обследую, там очищение не превалирует над загрязнением. Хотя человек уже осторожненько, так вот, я все стараюсь, да, ну, а кто будет выметать-то все то, что было? То есть, перестать грязнить, это, и надеяться, что организм за один день сбросит все то, что было там, не знаю, 40 лет, ну, вот здесь пока не получается, я не вижу, чтобы это удавалось. Андрей Широков, Клуб, Эфир, Пророда Целителя, до скорых встреч!